Вопрос по эффективному использованию объектов, которыми управляет правительство Московской области, губернатор Андрей Воробьёв взял на личных контроль. По его словам, учреждения культуры непременно должны работать в полную силу и по нужному назначению. Тема, которая обращает на себя внимание, все, что связано с дополнительным образованием для наших детей. У нас порядка тысячи объектов культуры. Считаю, что все, чем мы управляем, должно работать на жителя, для жителя. Должно работать интересно, эффективно, умно. В Одинцовском округе к сфере культуры относятся 102 организации, в том числе 49 библиотек и 39 учреждений клубного типа. В них занимаются дети по всем видам деятельности – музыка, хореография, художественная и другие творческие направления. Самым новым и ультрасовременным культурно-досуговым центром стал открывшийся год назад Дом культуры в Горках-десятых. Дом культуры – такая большая важная часть нашей жизни. Горковский, он стоит в центре, он большой, красивый. Является точкой притяжения для всех-всех людей, которые сюда приходят. И взрослых, и детей, и людей старшего поколения. И очень хотелось бы, чтобы он таким и оставался. Театральная студия, современный и классический танец, рукоделие и другие кружки и секции уже ведут запись на будущий год. Кроме этого, здесь проводятся различные спортивные занятия. Несмотря что мы культура, тем не менее мы стали обладателем такого прекрасного спортивного зала, в котором проводим занятия по волейболу, по футболу и по баскетболу. Также у нас по договору социального партнерства со спортивной школой «Горки-10» проходят занятия по каратэ. Сегодня число посетителей ДК уже превысило 10 тысяч человек. Провести работу по повышению эффективности клубных учреждений культуры своим профильным замом поручил глава округа Андрей Иванов. Мы должны провести обучение руководителям. Мы должны изучить и внедрить лучшие практики Московской области. Мы должны открыть новые направления кружковой работы, такие как студии изу, вокалы, хореографии, какого-то технического творчества, фотографии. В этом году продолжится ремонт и усовершенствование внутреннего наполнения и других учреждений культуры округа. В частности, детская школа искусств «Классика», Одинцовская музыкальная школа «Центра культуры» и «Досуга» в Кубинке. Полина Бахова, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».